На этом фото, сделанном буквально за несколько месяцев до трагедии, Наталья Григорьева отмечает семейный праздник. Жизнерадостные и главное здоровые глаза женщины не предвещают беды. Спустя некоторое время Наталья окажется на операционном столе из-за желчекаменной болезни. А жизнь 56-летней пациентки в руках врачей 15 660 рублей. Именно столько стоила платная услуга по удалению желчного пузыря. После вмешательства хирурга в женщине стало еще хуже. Спустя двое суток узнаются жуткие подробности. У нее рослитый перитонит, проткнут кишечник был в ходе первой операции. Находится в очень, в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной дыхания легких. Мать скончалась, не приходя в сознание. Рядовая операция на брюшной полости проходила здесь, в узловой железнодорожной больнице города Рыбинска. Как говорят эксперты в материалах дела, в среднем такая операция проходит в течение полутора или двух часов. Но в случае с Григорьевой ситуация затянулась в разы. В чем причина возникших сложностей? И почему операцию параллельно вели хирург и ассистент? Сейчас устанавливает суд. На скамье подсудимых тот самый врач, проводивший операцию Павел Дунаев. Хирурга обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей и причинении смерти по неосторожности. Павел Дунаев вину не признает и требует тщательных разбирательств. В суде эксперты подтверждают результаты многочисленных вскрытий. Женщина скончалась из-за ошибки врачей. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшей явилось осложнение, причиненное ей в ходе операции повреждение стенки тонкой кишки. А смерть ее находится в прямой причине-следственной связи с действиями медицинских работников, выполнявших ей операцию. Согласно материалам дела, Павел Дунаев хирург с 30-летним стажем. Теперь статья, по которой обвиняют доктора, может отстранить его от занимаемой должности. Не исключается и лишение свободы до трех лет. Сын погибший надеется лишь на объективное рассмотрение дела в суде. Мать и бабушку их семье, увы, уже никто не вернет. Занималась воспитанием внука. У меня была жена беременная на седьмом сроке беременности. Она готовилась к появлению второго внука. Чтобы таких случаев больше не повторилось, чтобы никто больше не умер. Пока же Павел Дунаев продолжает работать хирургом в той же узловой железнодорожной больнице Рыбинска, параллельно подрабатывая в частных клиниках. На счету врача не один десяток операций, в том числе и в микрохирургии. Светлана Доброхотова, Сергей Гордиенко, День в событиях.